Всего в новом концертном сезоне с августа по июнь запланировано 13 выступлений оркестра. В каждом солистами выступят выдающиеся музыканты. В целом, Сочинский симфонический оркестр продолжает цикл концертных программ русской симфонической музыки. Первый концерт 30 августа откроет Алексей Володин, один из самых ярких представителей русской фортепианной школы. Вместе с сочинскими музыкантами он исполнит произведения Чайковского, Мусоргского, Метнера. Также гостями Сочи и Зимнего театра станут известные скрипачи, виолончелисты, оперные певцы. Программы выстроены так, отмечает Лупченко, что ни одно сочинение не повторится. Впервые оркестр представит два крупных симфонических сочинения Рахманинова, включая сложнейшие симфонические танцы, симфонии Скрябина и Стравинского. Под Новый год жителям и гостям города представят оперу Иоланта Петрачайковского в концертном исполнении. Есть еще два фестиваля, в которые мы обязательно в этом сезоне, есть уже договоренности, что мы станем полноправными участниками. Это зимний фестиваль искусств Юрия Абрамовича Башмета, в котором оркестр тоже никогда не принимал участие в своем полном составе. У нас будут ряд программ в рамках этого фестиваля. И это фестиваль Игоря Михайловича Бутмана, Бутман Джаз Фестивал, который тоже не так давно закончится. В следующем году мы тоже дадим один или два концерта. Антон Лупченко художественным руководителем оркестра назначен в 2017 году. Именно с этого момента, утверждает и руководство Сочи, в творческой жизни коллектива началась новая история. С успехом идут все концерты у нас на родной земле. С тем же успехом сейчас он интегрировал этот оркестр в работу Сириуса. В Сириусе выступают практически мировые звезды, почти всегда мирового уровня люди. Но теперь и у нас. Да, а теперь они выступают и у нас. И произошло такое хорошее сибиотическое наполнение культурной жизни города. Сочинский симфонический оркестр – единственный в стране, который имеет статус муниципального. К слову, в этом году муниципалитет увеличил финансирование оркестра. В том числе и благодаря этому филармония может приглашать в Сочи именитых музыкантов. Ну а так как программа нового концертного сезона уже известна, продажу билетов планируется открыть на год вперед. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.